друзья всем привет вы на канале moto sancho и вот о чем сегодня пойдет речь я думаю сейчас меня поймут владельцы абсолютно любой техники неважно автомобиль это или мотоцикл отечественного производства или иномарка ведь рано или поздно любая техника ломается какие-то детали изнашиваются где-то появляются трещины а что-то просто рассыпается на части но мы ведь любим свою технику поэтому покупаем новую деталь и и устанавливаем и техника продолжает работать а старую деталь правильно не выбрасываем отправляем в дальний угол гаража где она лежит покрывается пылью там они накапливаются но выбросить ведь жалко мало ли вдруг когда-нибудь пригодится из своего опыта могу сказать что шансов на то что вам эта деталь хоть раз в жизни еще понадобится ничтожно мало но тем не менее у меня они тоже накапливаются и в гараже этих деталей собралось уже много очень много я бы даже сказал достаточно достаточно для того чтобы собрать из них двигатель мотоцикла урал двигатель из самых убитых запчастей которые я смогу найти у себя в гараже конечно у него не будет ресурса возможно он будет не жизнеспособен но тем не менее я постараюсь его собрать и завести я попрошу вас не относиться к этому видео серьезно скорее на примере этого движка я буду показывать как собирать двигатель не надо и давать вам вредные советы ну что соберем движок из хлама поехали а собирать этот двигатель мы будем в картере мотоцикла и mz 8 903 патрульного милицейского урала это тот самый двигатель который я купил осенью чем же он отличается от обычного ураловского картера во первых наличием пропила под резиновый ролик привода сирены ведь сирена на милицейских уралах приводилась в движение вращением маховика а также как кто-то писал в комментариях наличием вывода системы смазки для подачи масла на турбину я слышал много различных легенд и сказок про милицейские моторы но честно сказать про турбину узнал впервые и конкретно эта шпилька вкручена в картер для того чтобы держать кронштейн привода этого самого ролика если мы заглянем с вами внутрь увидим что это просто отверстие в которое вкручена шпилька и никаких маслоподводящих каналов здесь нет двигатель этот я уже разобрал и картер продиагностировал и могу утверждать что для нашей цели он отлично подойдет что из неисправности можно здесь назвать во первых просажена посадка подшипника распредвала распредвал достался просто двумя пальцами без нагрева без всяких съемников пальцами его подцепил и он выпал также кто-то когда-то пытался заменить здесь подшипник коленвала при этом не доставая сам коленвал для этого плоскую отвертку загоняли в зазор между корпусом подшипника и картером тем самым наделав на плоскости каких-то сколов и замятин но стоит отметить что этот картер был неудачным еще с момента производства возможно литейщики на заводе пытались сэкономить алюминий а может еще какая-то была причина но форма пролилась не полностью из-за чего бортик прилегания поддона картеру получился очень тонкий а в этом месте и заднее ухо крепления к раме практически не пролилась вообще и вместо того чтобы отправить этот картер в переплавку его попытались исправить наварив аргоном уродливые наплывы металла следующая важная деталь двигателя конечно же коленвал и здесь у сложный выбор ведь их два давайте устроим им прослушивание участник номер один класс просто музыкальный и и участник номер два тоже хороший конкурсант под номером один у нас выступал советский коленвал как видите у него по одному отверстию для смазки поршневых пальцев в шатунах и маслоуловители на винтах однако его это не спасло маслоуловитель сорвало заживало смяло и на это время левый шатун остался у нас без смазки не знаю когда это обнаружили но потом старый маслоуловитель вернули на место и прихватили точками сварки к винтам и что и ничего маслоуловитель снова болтается под номером два у нас более современное изделие уже российского производства по два отверстия для смазки поршневых пальцев в шатунах и маслоуловители на точечной сварке кстати маслоуловители совершенно целые а а вот цапфы коленвала ржавые на них глубокие раковины спасет их только шлифовка и есть еще один недостаток у него как будто подкусывает шатуны видите при вращении шатуна коленвал пытается провернуться вместе с ним поэтому свой выбор я делаю в его пользу коленвал в картере устанавливается на 207 подшипники сейчас быстро пройдя по гаражу я нашел 3 один с маркировкой 6 207 что намекает на его импортное происхождение однако отсутствие других опознавательных знаков говорит о том что это китай да у него есть зазор скорее всего он работал в заднем редукторе мотоцикла и судя по следам на внешней обойме его там благополучно провернула его пожалуй возьмем и еще два подшипника черные покрытые нагаром производства гпз стояли скорее всего в двигателе один вращается более-менее мягко хотя стучок у него уже есть а второй прям здорово так звенит вот пожалуй его мы тоже и возьмем не знаю чего будет этот подшипник ждать на полке но пускай еще полежит по поводу задней опоры коленвала долго думать не пришлось ведь есть у нас замечательный вариант это та самая крышка с которой я так долго воевал во время капиталки все никак она не хотела сниматься с двигателя сорвалась резьба в стандартных отверстиях под съемник я их рассверлил нарезал резьбу большего диаметра она тоже сорвалась в итоге получилось так что засверлился насквозь а так как другой крышки у меня не было пришлось это отверстие заглушить алюминиевой заклепкой и в таком состоянии она свозила нас в орбит и обратно однако потом оказалось что алюминиевая заклепка далеко не самый хороший вариант от вибрации она прослабилась по ней начало подтекать масло и уже в следующем сезоне мне ее пришлось экстренно менять а так как двигатель разбирать я не хотела крышку надо было как-то сдернуть я засверлил под углом три отверстия сразу за сальником зацепился проволочными петлями и съемником и и все-таки выдрал в итоге дырок сейчас в этой крышке столько что можно через нее макароны процеживать можно было бы заварить их аргоном или на худой конец залить эпоксидкой но я думаю что герметик нам в этом поможет поэтому эту крышку мы будем использовать надо только проволоку с нее пообкусывать с корпусом переднего подшипника коленвала тоже все ясно я возьму тот самый корпус который в этом году снял со своего двигателя у него практически полностью оборвала фланец и можно было бы отправлять смело его в металлолом однако мало ли вдруг пригодится и вот для нашего проекта он очень даже подойдет и вот у нас есть все для того чтобы приступить к первой фазе сборки двигателя а именно установить коленвал в картер давайте аккуратно и без перекосов запрессуем передний подшипник в корпус с помощью высокоточного молотка вроде стал плотно до конца а чтобы корпус подшипника не просил есть я сейчас прихвачу его в нескольких точках сваркой ведь подшипник мы уже загнали и сварка здесь ничему не помешает получилось в принципе аккуратно и красиво но есть небольшая проблема теперь не становится прижимная крышка совсем не становится кстати чтобы вы не подумали что крышку я взял хорошую крышка у нас тоже косячная в ней трубочка подающая смазку на шестерни грм болтается и возможно когда-нибудь выпадет в эти самые шестерни ну а здесь придется немного поработать болгаркой вот это я понимаю дело мастера боится теперь крышка становится просто замечательно очень плотно очень хорошо правда подшипник почему-то заклинило но это не беда мы его сейчас продуем о пошел нормально работает можем устанавливать подшипник в картер в процессе установки подшипника корпус все-таки немного пострадал сварка снова разошлась образовалась трещина немного фланец подмялся но это не беда мы сейчас все это подровняем зато смотрите какая прикольная вещь получилась почти как варган как то так получилось что подшипник с корпусом отдельно а фланец отдельно ну и прижимная пластина сверху но это ведь не беда ведь натяг здесь хороший подшипник сидит здорово все это сейчас на болты прикрутим и будет ходить болты кстати возьму старые зачем новые искать если старые еще хорошие тут в них отверстие есть под шплинтов очку поэтому резьбовой фиксатор нам не надо я еще не знаю буду ли их шплинтовать ну раз отверстие есть то резьбовой фиксатор точно не надо проверим подшипник как видите вращается значит можем приступать к установке коленвала переворачиваем двигатель и как-то этот коленвал сюда закладывается как-то вот этой стороной вперед а им все его туда бросить не идет может вот так уже не идет может боком как это получилось а это правильно он пошел или нет а почему один шатун торчит коленвал там а шатун и здесь надо их тоже как-то туда засунуть вот головоломку придумали инженеры нет бы сделать здесь побольше такую ух дыру чтоб туда просто ром и ввалился коленвал ну вот действительно но неужели нельзя было эту крышку сделать больше зачем такие сложности ни в какую самое интересное что он и назад уже не идет знаю надо попробовать его шатунами вперед вкидывать сразу развести их в стороны и так не хочет ну давай ты уже залазь ну почти где уперся в чем дело о так шатуны отлично у меня левый справа правый слева просто идеально достаем меняем местами ты пойдешь туда ты сюда хоть ты возьми и молотком его туда вбей о так левый слева правый упирается в картер как его там заклинило слушать так у кого еще такое было ставьте лайки я с вами это тоже прошел я помню мы в детстве дружбану на м62 доставали коленвал трусили трусили этот картер мучились все по очереди в итоге кто-то его как-то раз раз повернул он выпал и все так об как ты это сделал а как это это же было невозможно но давай шевелишься же давай шатун сюда и все будет хорошо так ладно санчо шутки кончились ты это делал сам сто раз ну ладно не сто но раз 20 ты делал ты знаешь что надо делать и куда что крутить почему сейчас все пошло не так ну вот ну вот отлично он даже уже почти стал в подшипник давайте глянем что у нас там с другой стороны происходит ну смотрите почти стал красота я слышал где-то что вроде как стучать по коленвалу нельзя и его сюда надо как-то втягивать какими-то тут втягивателями приспособления специальные ставить но я так думаю что это походу все барыги придумали которые съемники продают и которые хотят чтобы вы им свой двигатель на ремонт отдали а я то чё я умный я понимаю что если мы по конусу стучать будем там и конус расклепаем и маховик на него не станет так чё давайте на него деревяшку поставим и по ней уже будем ляпать ну идет и конус целый сколько там его еще сажать нормально чё крутится ну крутится что еще надо отлично ну а раз у нас тут все нормально то осталось заднюю крышку поставить давайте с нее по откусываем эту проволоку она нам больше не нужна хорошая проволока крепкая можно наверное теперь сюда подшипник поставить аккуратненько выставляем он руками заходит все сидит отличная крышка очень удобно подшипники в нее ставить ну и надо бы вот эти дыры замазать герметиком чтобы масло по ним не текло герметик вообще великая вещь я так думаю прокладки по моему вообще не нужны если герметик есть маш себе нормально слоем хорошим и ничего никогда течь не будет о полезла замечательно дыры мы загерметизировали теперь сюда сальник надо да нужен сальник я помню 50 на 70 по моему на 10 где сальничек то взять а вот у нас есть крышка от моего двигателя сальник белорусского производства отличнейшего качества отработал всего каких-то 17 тысяч километров надо теперь его отсюда аккуратненько достать есть и сюда поставить может его тоже герметиком намазать наверно надо во первых пойдет легче во вторых дополнительная защита маш всегда больше с запасом герметик в двигателе лишним не бывает класс сейчас как зайдет зайдет от просто пальцами оп ровненько красиво давай чик чик все и размазываем герметик сверху замечательно получилось ну что братцы решающее действие давайте закроем крышкой давайте закроем крышкой наш коленвал крышка у нас готова коленвал в картере герметик тоже присутствует нормально так намажем тут все герметиком чтобы нигде у нас маслица не сочилась по кругу равномерно в резьбу конечно лучше не попадать но ничего если что винт туда зайдет будет вместо резьбового фиксатора держать герметик хорошо мажется классно серый герметик под цвет двигателя очень хорошо подходит теперь крышка так какой то стороной она у нас ставится вот это вот дырка должна тут с дыркой совпадать значит где то вот вот так вниз прицеливаемся по крепежу так вот так посмотрим еще раз вот так руками вроде пытается сесть но не очень хочет как вы думаете тут постучать можно уже если ну аккуратно с умом заходит только молотка не хватает надо что-то использовать как проставочка может другой молоток ну а что не пристучалось то мы сейчас болтами дожмем вот кстати о болтах я так посмотрел тут их 9 штук должно быть ну вот по уму зачем 9 тут 6 хватит просто по уши крышка то сидит плотно молотком ее забивал никуда она не денется не провернет ее и ничего с ней не случится поэтому будем сажать на 6 болтов вот так через два по одному я пропущу там у нас герметик было бы прокладка тогда да могло бы масло подтекать а так все будет хорошо можно зажимать извиняюсь ребята протупил что-то я не подумал что резьба то у нас здесь в картер сквозная то есть сразу по этим отверстиям у нас и масло попрет так что ставим еще три недостающих болта ну и ладно не получилось здесь мы на поддоне сэкономим там болты все наружу выходят вот теперь отлично давайте посмотрим что у нас получилось коленвал стоит на месте подшипники все стоят и вращается плотненько конечно туго так ну а что же вы хотите движок тока собран считаете после капиталки его еще обкатывать надо он потом при трется приработается маслицем все смажется и будет крутиться как надо прям будет крутиться класс на этом мы пожалуй пока тормознем не все сразу а в следующей серии мы будем подбирать для этого двигателя самую лучшую поршневую ну а на сегодня у меня все всем спасибо что смотрели всем счастливо всем пока спасибо